Я не мог, наверное, с марта месяца в чем-то другом молиться. Почему-то, как засело, я молился за этот город Мариуполь, за людей, молился особенно за церковь там, потому что нам здесь хорошо, тихо, тепло, у нас есть свет, вода, там не так, и вот это меня не оставляло, это молитва, я не мог на чем-то другом молиться. Ну вот мы, так, Бог, Он так повел, мы ждали этого зеленого цвета, и вот все так сложилось, и мы выехали, и все хорошо, мы подъезжаем к границе, и на границе такая нас научили, подъезжая к постовому, говори, что ты волонтер, и без очереди по встречке сразу к блокпосту подъезжай и говори. Ну мы так и сделали, проехали, и встали, и вот проходим эту границу, и для меня первое мое откровение, которое я там получил, находясь на границе, на этом паспортном контроле, я оборачиваюсь назад, и я вижу дорогие машины, я вижу людей, ты как на них смотришь, они такие, ты понимаешь, что это непростой человек, это какой-то владелец бизнеса, какой-то большой компании, кто-то даже там представительные люди, люди непростые, непростые, и их много, и они все зачем-то туда едут. Я хочу, я так задумался, вот есть текст, Ивангелие от Луки 16 глава, здесь Иисус рассказывает одну притчу, я хочу вместе с вами ее прочитать. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И призвав его, сказал ему, что я слышу о тебе, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать, господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, сто мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, сто мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши восемьдесят. Восьмой стих. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. А я говорю вам, приобретайте себе, друзья, богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в домы вечные. Я на том паспортном контроле, я понимаю, что люди мира сего догадливее сынов света в своем роде. И потом уже, когда мы заехали в этот разрушенный город, и ты смотришь, и ты понимаешь, что эти люди чем-то движимы. Неверующие люди, они быстро понимают, что ты сейчас в Омске никого не удивишь, в компании натяжные потолки. Кто им только не занимается. Или там интернетом каждый дом, или еще какие-то вещи. Они понимали, а эти люди едут туда и не понимают, что если они сейчас первые зайдут туда, их вот эта ниша в бизнесе, или в этом деле, и будет их. И они идут туда. Я думаю, мы ничего особенного не сделали. И ты думаешь, так, они догадливее. Люди мира сего догадливее в своем роде, как достичь людей. Понятно, что они там ради денег, ради каких-то выгоды. А мы так долго собирались, мы так решались, мы так боролись, страшно, не страшно. Но они догадливее, чем сыны света своего рода. И вот мы так заехали с такими мыслями. И тоже удивительно, с первого дня началось, с нашим, где мы должны были жить, мы рассчитывали, в доме молитвы будем жить. Ну, на крайний случай, в машине, там еще как-то. Там тоже Антон договаривался, что ему квартиру пообещали, там женщина одна, которые помогли. Она говорит, Антон Кудрявцева, вот квартира, живи, служите людям, помогайте. Спасибо, что вы нам помогли. И там с этой квартирой тоже не срастается. У нас там 7 человек. Потом там тоже удивительно так, дом один, разрушенный дом, в него прилетел град, разорвало крышу, в нем отопление, окон нету. Не было тогда. Потом окна вставили, но отопления не было. И вот нам он в этот дом достался, и мы с первого дня как заехали, сделали там отопление, начали там жить. Так произошло. Но вот мы понимали тоже состояние, что в каждый дом прилетел осколок, в каждом доме разбиты окна, посещена крыша. Вот в таком город очень сильно разрушен. И мы приехали уже почти 8 месяцев после окончания таких действий. Но ты видишь, что здесь было. И братья приезжали, они раньше приезжали. И говорят, ты сейчас, есть свет на улицах. Раньше ты во тьму заезжал в такую. Достаточно неприятно. Все разрушено, они оборваны, разрушены машины, дома. Все это лежало на асфальте. Потом это начали приводить. Сейчас в городе очень много строительной техники. Загнали много людей, много фур. Мы на границе, когда проезжали, была пробка 25 километров просто из фур, которые возвращались уже обратно. И также в городе пробки из грузовых машин, строительной техники. Много рабочих туда приехало. Пытаются восстанавливать этот город. Первое, что ты на следующий день заметил, это лица людей. Ты проезжаешь мимо остановки, много людей стоят разного возраста. Пожилой, маленький, большой. И у всех одно выражение лица. Оно какой-то такой взгляд, как-то в себя и вдали. И вот так они все, вроде бы разный возраст, и все одинаково смотрят, погружены в какие-то раздумья. Ты смотришь, вот это пугает. Я тоже замечал, что такие семейные пары, муж с женой, они пережившие вот эти бомбежки, они за руку ходят. Как-то такой взял, обращал внимание. И вот так началось наше служение там. И мы тоже так думали, мы взяли инструменты с собой, думали, что можем делать, то будем делать. Вот там тоже так удивительно, кем мы только там не были. И электриками, и сантехниками, там, газовщиками. Вот тоже такая удивительная история. Антон познакомился с одной верующей. Она раньше ходила в церковь, потом она отступила, и вот в таком положении находилась. Антон как с ней познакомился, телефон взял, потом нам дал, мы к ней в гости приходили, общались. У нее в доме не было газа, газовый котел не работал. У нее котлу было 30 лет, немецкий старый котел такой, и он не работает. Мы на него смотрели, ну как, ты первый раз такое видишь. Мы так в Солымов встали на него, ну, а у нее день рождения завтра. Мы пришли к ней вроде общаемся, она говорит, вот котел сломался. Она говорит, я уже 10 мастеров обозвонила, никто, говорит, его только менять, запчастей на него нет. И мы пришли, так смотрим, открыли, закрыли, пытаемся поджечь, он не загорается, так стояли, внутренне Алым молился, я молился, Господи. Мы так и не поняли, разобрали, собрали, он загорелся. Пламя пошло, тепло пошло, все включилось. Эта женщина, она молилась, она так восклицала, говорит, Бог ослышал мои молитвы. Это ангелы ко мне пришли, он так несколько раз, мы должны понимать, мы любим, вот знаешь, такое, когда Бог отвечает на наши молитвы. И вы сами вспомните, когда вам Господь ответил на твою молитву, то, о чем ты просил, и Он дал тебе, сколько радости, ты свидетельствуешь об этом, радуешься. Но я хочу еще другую мысль сказать. Когда ты получаешь ответы на молитвы, а потом приходишь в такое состояние, когда ты становишься чьим-то ответом на молитву. Кто-то молится о помощи, а ты утром, я утром там просыпался, и часто такая молитва, Господи, пожалуйста, вот мы здесь, пожалуйста, употреби нас, употреби нас, как ты хочешь. А в обед ты слышишь свидетельство от человека, говорит, я молилась об этом. Я молилась о том, чтобы Бог послал людей, кто поможет починить мне этот котел. И чтобы Бог помог, некого попросить, чтобы кто-то послал. Я не знаю, лучшей радости, наверное, я не испытывал, когда ты становишься ответом на чью-то молитву. Тоже помните, как Бог Аврааму говорит, ты будешь в благословении Е, там это 12 глава, из бытия. Нам так хочется быть в благословении И. Но Бог там окончание, там одна буква, не И, а Е. 12 глава, 2 стих. И ты испытываешь эту радость, что ты не зря проделал тот путь. Приехал, и просто Бог, Он взял тебя, ты утром молился о том, чтобы Он тебя использовал, и Бог услышал твою молитву и молитву этой женщины. И Он берет тебя так раз к ней. Ладно, было бы ты что-то умел, а ты смотришь на этот котел, и ты не знаешь, как его починить. Мы так разобрались, собрали, он зажегся, она так радовалась, обрадовалась. За полгода она первый раз приняла этот душ в теплой воде, не с тазиком, а в душе. И у нее завтра день рождения, мы так думали, господи, спасибо, что ты такой подарок ей сделал. Мы так, ну там недолго, как через 4 дня этот котел выключается. Она живет не одна, она, ее мама, получается, мамин брат инвалид, он лежачий, лежит парализованный. И еще сын живет вместе с ними. И опять холод, и опять она, ее мама решает, все, похоронные деньги на котел новый. Платит 40 тысяч за новый котел, покупает, ей кто-то устанавливает за 10 тысяч, там установка стоит тоже неимоверная, так дорого. И ладно бы котел заработал. Она отдала 50 тысяч, а давления газа нет. И котел, и она со слезами звонит опять, не нам, Максиму там звонил. Они 10 тысяч забрали в остановку, две трубки перепаяли, а котел так и не заработал, давления газа нет. Они звонили в горгаз тут местный, им сказали, у вас вода в стояке, когда мы приедем, сделаем, много заявок, ждите. И мы, так вот, проходит время, ложимся спать, а что мы сделаем? Зона ответственности, это горгаз, какая газовая труба, причем тут мы, мы ничего не можем сделать. Алым утром просыпается, ему просто так, чуть ли не сон, утром, езжай к Люде, ее Люда зовут, езжай к Люде. Ну мы решили, говорит, да что, я ему говорю, Алым, поехали. Я говорю, да что к ней ехать, мы все равно ничего не сделаем. Если давления газа нет, у нее же это, газ плохо горит. Ну что мы можем сделать? Мы говорим, поехали, посмотрим, вдруг что-нибудь, может, сделаем. Мы приезжаем к ней, опять видим ее, уже такая, она говорит, я уже смирилась, говорит, не будет, у меня тепла, это 30 декабря уже. Ничего не, как бы, что сделаешь? Мы пошли по этой трубе, посмотрели, думали, может, день прорыв осколком труба, может, просто газ выходит мимо, котла, и поэтому давления нету. Пошли, нашли место, где, ну там, газовщики уже, они так ремонтируют, скотчем заматывают трубу, и она, я тоже удивился этой технологии, но она держит. Скотчем замотать трубу газу, и газ, я понюхал, не пахнет. Ну мы дошли до этого стояка, который, труба в землю уходит, и уже в магистраль входит. Там откопано, труба так шатается, я подхожу к трубе, так облокотился на нее, шатаю, я прям слышу, как в ней вода булькает. Ладно, еще бы электрика, я бы разобрался, но с этими, что с этим делать, я не знаю. Вот мы так ходим, вокруг вышли, плечами пожимаем, уже отлюда вышли, пошли на улицу, стоим с аллой, думаем, что делать. Пошли к соседнему дому, там дом разорванный тоже, кран закрытый, но тоже так же откопано, труба стоит. И думаю, раз, женщина на улицу заворачивает, такая, смотрит на нас такая, мужчина, а что вы газ смотрите? А у меня это рабочее, купил еще здесь давно, это сургут нефтегаз. Куртка, куртка такая, сургут нефтегаз. И я хожу в ней, она говорит, ну да, в принципе-то, газ смотрим. У меня тоже газа нет, пошлите у меня посмотрим. Ну, я как бы отказать, как бы сказать, что я не из газовой службы, находясь в форме, да, ее как-то. Ну, ладно, пошел за ней, иду за ней, говорю, и думаю, ну, что мы сделаем? А Лым предлагает такую идею, я на нее отказался сразу, говорит, давай трубу просверлим, воду спустим и дырку залепим. Ну, я, ну, слышь, как это можно сверлить газовую трубу, потом залепить, ну, ладно, просверлили, допустим, так делают, но потом нужно же заварить, залепить как-то, это же небезопасно, так не делают. И эта женщина говорит, пойдемте у меня посмотрим. Ну, я иду с ней, Лым там остался, я иду с ней разговариваю, спрашиваю, я думаю, просто выясняю, вот приезжали газовщики, они делали там, раскопали тут все, воду сливали, я спрашиваю у нее, такой вот промышленный спианаз, а что они делали? Ну, они откопали там, они сверлили там, какие-то дырки, сливали воду, а как, они прям сверлили? Говорю, вот у нас у всех нету газа, соседка, иди сюда, я тебе кое-что скажу, отводит меня в сторону, говорит, только ей не говори, у меня газ есть, у нее нету. Ну, а там ситуация такая, ей была так, в этой ситуации, ей так было неприятно, то, что газовщики приехали, они пытались всем сделать газ, а получилось сделать только ей одной, и она вот в этом мучении находится, говорит, не говори ей, пожалуйста, у меня есть газ, я говорю, а как вам сделали, у ней спрашиваю, как они меня не заподозрили, я не понимаю, она говорит, а что они сделали, говорит, да они мне дырку просверлили, я говорю, и что, потом заварили, нет, они, говорит, глиной замазали ее, и скотчем замотали, я говорю, ну да ладно, ну да, вот иди смотри, показала мне, я все, к Алыму возвращаюсь, и понимаю, что это технология, которую Алым мне предлагает, она рабочая, ее использует, и нужно так же делать, и мы заходим, сверлим эту дырку, спускаем эту, вода льется, мы даже воду поджигаем, она бывает горит, мы уже так смело спустили эту воду, залепили эту дырку, пошли к этой люди, заходим, зажигай газ, она зажигает, газ заработал, там тоже такие крики, ангелы ко мне пришли, там два ангела ко мне пришли, Бог ответил, послал мне ангелов, так стоит, радуется, а у нас такая мысль возникает, слушай, а пошли еще тем сделаем, они же тоже без газа сидят, что мы одну только, тоже 30 число, 30 декабря люди, а получается газовщики приедут, только заявка есть, этих четыре дома, они приедут доделывать, почему нету, но люди будут просто на Новый год, вот эти все праздники, когда они приедут, мы пойдем, ее мама говорит, да не надо к ним идти, ну как нам сделали, пускай им сделают, мы пошли к той женщине, тоже с самой процедурой, пришли, просверлили дырку, там воды было, не знаю, ведро точно сбежало, мы устали ждать, пока эта вода сбежит, потом она пошла домой, зажгла газ, у нее тоже заработал, тоже радостная, ну так мы удивлялись, тоже пошли, поэтому тоже нашли какой-то порыв, сварщик говорит, а тут мы уже приходили, варили, говорит, а я чувствую, что пахнет, он варил и не доварил до конца, ну мы тоже замотали скотчем, ну вот удивительно, тоже новый завет подарили, календарик подарили, та женщина, которая хитрила, говорила, что у нее газа нет, у нее было, она говорит, Алыме новый завет протягивает, она прям так вцепилась, говорит, мне это нужно, я вот таких слов давно не слышал, когда люди говорили бы, мне нужен новый завет, она как взяла, и что меня добило, можно сказать так, я подхожу к ней после всего этого, подхожу, говорит, если у вас еще раз так повторится, вы отковыряете эту дырочку, опять спустите в воду, если газ потухнет, и опять замашнил, да мне то же самое газовщики сказали, я все знаю, понятно, что газовщики, я-то не газовщик, откуда у нас эти знания, вот такие от газовщиков пришли, я тоже понял, что мы все правильно сделали, кто думает, что он что-нибудь знает, тот еще ничего не знает, как должно ему знать, но кто любит Бога, тому дано знание от него, я так понимаю, что Бог может так вот сверхъестественно, я никогда не занимался газом, а вот так вот сверхъестественно, раз дать тебе понимание, то, что нужно делать от него, и через это тоже имя Божие там прославилось, и мы вот такие радостные пошли домой, так, ну слушай, интересно, газовщиками, потом уже были мы эти газовые колонки научились ремонтировать, я первый раз их там видел, ты смотришь, но никогда ты этого не делал, она то ли тухнет, то ли горит, и как-то тоже Бог давал мудрости, как починить, и тоже этим самым людей приобретать, потому что так вот Бог делал, слава Иисусу, вот это, нам нужно тоже, как можно понять, одно дело, когда ты получаешь ответ на молитву, это приятно, слава Богу, что Бог отвечает, а другое дело, быть этим ответом на молитву, когда Бог уберет тебя, просто употребляет, тоже еще одно, мы писали вот эту историю про дедушку, тоже нам как-то адрес дал один пастор, говорит, съездите к нему, помогите ему, что-то у него там нужно сделать, то ли пилорама не работает, то ли что, и мы приезжаем к нему, дедушка такой, доброй души человек, 82 года, мы пришли к нему, давай работать, он такой, что-то делает, пилораму эту разбирает, смотреть, он говорит, ребята, стоп, давайте помолимся, мы такие, ладно, замерли, он молится, чтобы Бог дал ему мудрости, все, мы эту, давай ему чинить, починили эту пилораму, вы видели вот эти счастливые глаза, говорит, я молился, говорит, у нас в церкви ни одного молодого человека нет, никого нету, остались одни пожилые, ну это реально тоже город, остался в городе, большинство пожилых, бабушек, дедушек, таких, некуда было и уезжать, говорит, никто меня не мог подать, а вот у нас-то, они топят печку, вот у нас в России, в Сибири, ты печку открываешь, и метровое полено бросил туда, ну там 3-4, где живет, и закрыл, и все, на следующий день только подходишь к печке, а у них там другая зима, немножко теплее, они печку топят вот такими маленькими, и он 82 года, он пилил досочки вот такие вот, чтобы они в печку залазить, а это была его пилорама, которая сломалась, и тоже я эту пилораму увидел, когда мне было лет, наверное, 8, наверное, я и знать не знаю, как ее делать, и там двигатель на 380, как он работает на 220, я до сих пор тоже не понял, как мы ее починили, но тоже он так вот слышит вот эти слова, я молился, чтобы Бог послал людей, и ты стал вот этим чудесным, Божьим ответом на чью-то молитву, и ты помогаешь этому человеку, не знаю, приятнее, наверное, нет на земле чувства, когда вот Бог, он взял так вот чудесно тебя употребил, и ты являешься чьим-то ответом на молитву, и вот так мы вот, наверное, на протяжении вот этих полтора месяцев, день-два раза, ты в чем-то доме помогаешь, проповедуешь, тебя кормят, и дальше, и вот так вот день, мы там служили, еще, наверное, хочу одно свидетельство рассказать, я тоже так перескажу, мы познакомились с пастором, я не помню его фамилию, его зовут Женя, и дом молитвы находится на улице Греческая, ему так вот позвали Женя Греческий, тоже так удивительно, как Бог его провел, он в церкви был как вторым пастором, был старший пастор, он был вторым пастором, может, еще пастора были, я не знаю, но когда началась война, он принял такое решение, говорит, я останусь, буду охранять дом молитвы от мародеров, и он как по прославлению играл, и он первую ночь взял гитару, ухожу по дому молитвы, пою, молюсь, так как удивительно, какая ночь такая прошла, говорит, я так охранял, так молился, на вторую, вторую, 25 числа, то же самое, и там Бог ему дает понимание такое, что когда началось боевые действия усиливаться, бомбежки все больше, он получил такое откровение, что дом молитвы будет местом укрытия, и у него даже такое видение было, что вот на дома молитвы, вот какой-то такой купол, он говорит, я даже толщину его запомнил, и говорит, вокруг такая тьма, а внутри так все зеленый, такие радужные цветы, и он понял, что это место, где Бог сохранит людей, это старое здание дома молитвы, ему больше ста лет, у этого здания нет фундамента, и вот построили, как коровник, это вообще, потому что сестра одно свидетельствовала, я говорит, в этом здании, это здание было, когда-то было роддомом, я говорит, я вот там через стену был родовой зал, и там я родилась, потом прошло время, это уже был роддом, он стал потом домом молитвы, и здесь, не домом молитвы, здесь было какое-то собрание комсомолов, и в этом здании меня отлучали от комсомола, потому что я была верующая, в этом здании я получил духовное рождение, и говорит, в этом здании Бог сохранил мою жизнь, вот у человека вся жизнь связана с домом молитвы, тоже такая женщина, и вот он получает это связь с такой, что это здание будет укрытием, и этот пастор на велосипеде под обстрелами, ездил по городу и собирал верующих, говорит, пойдемте в дом молитвы, мы там переждем, у меня есть откровение, что Бог нас сохранит там, и он кому-то предлагал, у кого-то спрашивал, кто-то говорил, что не знаю, мы здесь пересидим, мы молимся, кто-то приходил, были такие случаи, когда он предлагал одной семье, а они не пошли, и в их дом попал снаряд, и они погибли, за все время через дом молитвы прошло около 250 человек, когда начинались, они в коридоре собирались, он брал гитару, когда начинались обстрелы, он все громче пел, когда вот этот ужас, каждую минуту разрывался снаряд, каждую минуту слышны были взрывы, было так, его дом молитвы находился, вот он на возвышенности, и с одной стороны Азов Сталь, с другой стороны Завод имени Ленина, и когда вот это брали, Завод Сталь, и все через туда летало, и обратно, и все через этот дом летало, рядом школа там была 17, ее тоже там разрушено, много разрушений, но в этом доме молитвы, даже стекла не повылетали, у них там ставни такие железные были, они закрылись, говорит, шифер подымался от ударной волны, и опять ложился, говорит, гвозди повылазили, они залезли, забили их обратно, и вот так вот они переждали, говорит, приходили неверующие люди, такие люди укрывались, искали укрытие, был какой-то детский садик, и там в подвале было укрытие, и семья там с пяти человек прибежала, а их просто туда не пустили, говорит, мест нету, идите, и их выгнали перед, они вот встали там, не знаю, и кто-то им сказал, там в доме молитвы есть, и они прибежали в этот дом молитвы, открывают дверь, а там тепло, и они там так переживали, и так вот много людей было, кто прошел через, они вместе молились, вместе пели, вместе там стояли на коленях, и все вот это проходило, вот этот месяц, они жили прямо так в доме молитвы, и Бог помогал им, и едой, Бог нас так кормил, мы в мирное время такой еды не видели, так как-то военные склад взорвали, раздавали еду, и кто-то приносил еду прямо туда, к доме молитвы, и так вот Бог их сохранил, и когда не у него одного было такое откровение, еще у одного брата тоже было свидетельство, что это как купол, а когда все это еще усилилось, говорит, тоже второе такое подтверждение было, как будто этот купол, он раз так и стал толще, еще больше стал, и говорит, прямо я как лицо дьявола видел, говорит, над этим куполом, или как сферой, которая так озлоблена, пытается что-то сделать, и не может, и они вот так вот получили такое откровение, и Бог так чудесно сохранил их, помог, вывел оттуда, кто-то уходил в эти зеленые коридоры, и вот однажды, вот они так месяц там просидели, и в соседнем здании через забор, там позиция, вот этот Азов полк занимает позиции, ставит минометы, и он понимает то, что если они сейчас начнут стрелять, то обратно, ну ответка полетит, и их разобьют, и они тоже так молятся, и принимают решение, что нужно выходить, месяц нас Бог здесь содержал, и нужно выходить, и не собирают, вот тоже так удивительно, ты разговариваешь с этими пасторами, мы встречались, четыре пастора, вот в Мариуполе, вот с кем мы общались, вот их уже сейчас, епископ приехал из Екатеринбурга, встречу такую рождественскую организовал, вопрос позывал, может чем-то помочь, или может вы хотите в Россию переехать, мне понравилось, они все в один голос сказали, мы молимся, мы будем молиться, вот они, их теперь не убежит, не такой движухой, поехали, ай, поехали, они будут молиться, их теперь не, вот это водительство Божие, каждый из них понял, что такое водительство Божие, и как оно важно, чтобы Бог может сохранить, их вот так вот просто, теперь не позвать, мне кажется, шага теперь не сделают, пока им Бог не откроет, где быть, где сидеть, где жить, вот такие они стали, и тут они тоже понимают, что слушай, нужно выходить, И он собирает три машины, они пешком идут, такой ужас был, и трупы лежали, и женщины кричали, он говорит, не смотрите по сторонам, смотрите на Бога. И он так вот, тоже думаешь, это обычный человек, пастор церкви, маленькая церковь в каком-то маленьком городе, но с такой смелость, такой героической поступок он берет и выводит. И они еще выводили по паре прямо в середину боя между теми и теми, между танками, и вот так он провел, и никто не погиб, и они все вышли, все выжили. И вот так вот Богу чудесно, он сохранил. И вот мы с ним общались, вот он нам дом показал, который, и вот так вот Бог нас заблагословил, вот этой поездкой. Слава Иисусу! Вот я еще последнюю мысль скажу. Мы знаем вот это откровение. Однажды Иисус говорит Петру, говорит, ты камень, на этом камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. И так может показаться первое, что церковь в обороне. Ты когда об этом говоришь, это так нравится верующим людям, что Бог сохранит, что Бог хранит, что Бог защитит, что позаботится. Аминь, сто процентов это так, я не претендую на другое толкование этого места, что Бог, он сохранит. И он знает, где сохранить, если ты послушал ему, он знает. Как сохранить? Как сохранить? Такую позицию, что вот мы сидим, нам здесь хорошо, нас Бог защитит, и ничто с нами не будет. Церковь, она наступающая, она действующая. И нам тоже нужно понимать, Бог говорит Иисус Намину, куда ты ногами наступишь, ту землю я отдам тебе. И задача была у Иисуса Намина ногами, пятками своими наступать, чтобы Бог отдавал эту землю. Эту истину можно взять так. Куда я пришел? Куда пришла церковь, и это место. И вот я хочу тоже вас позвать, вот такую, как духовную атаку, что нам нужно усилиться, перестать бояться некоторых вещей. Вот мы читали, да, вот Иисус здесь в 16 главе, Он призывает. Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И Он говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Тоже вкладываться в небесное, вкладываться в дело Божие, силы, средства, возможности. Вкладываться в другом, тратьте деньги на друзей. Тратьте деньги на то, чтобы искать эту возможность послужить. Вот просто тратьте на это деньги, церковь. Это стоит того. Это то, ради чего стоит жить. Это то, ты понимаешь, что вот по-настоящему Иисус говорит, блажение давать. И вот эта радость, которую ты испытываешь, когда ты даешь, помогаешь, работаешь. Я как бы никогда крышами не занимался, тем более шифер этот перекрывал. Для меня вообще была проблема. Я думал, шифер этот ушел в прошлый век, а тут ты его корячишь на крышу, поправляешь. Три гвозья забило, столько радости, как будто ты столько денег заработал. Просто помог. Ты видишь, эти люди, которые благодарят, которые ты проповедующий, которые, они просто принимают тебя. Мы часто думали, как к нам отнесутся, как что они будут говорить. Где был Бог? Мы думали, что будут такие вопросы у людей. Но ты встречаешься с другим, что там люди понимают, что Бог их сохранил. Пусть Господь благословит. Хочу поделиться откровением, которое Бог открыл. Иной раз мы думаем, что это мы делаем. Ты думаешь, я помогу, я сделаю, я послужу. Я же служу, я же даю. Но в процессе ты понимаешь, что не ты дал, а тебе дали. Вот такое испытывали? Это очень такое интересное, смежное чувство. Ты думаешь, вроде я хотел послужить, вроде я хотел помочь. А тут послужили тебя, тебе, обличили тебя, вразумили, научили, наставили, благословили и накормили еще физически. И вот хочу поделиться таким откровением вообще, как мы вообще туда удумались поехать. Когда там все вот это началось, у меня молитва. Мой Господи, что могу сделать я? Что я могу сделать? Молиться – это ясное дело. Молиться, но хотелось что-то руками сделать. И такая же молитва в это же время посещает Егора. Я делюсь с ним, он со мной. И говорит, давай будем молиться. Ну, давай будем молиться. О чем еще можем делать? Пока ничего. Молимся об этом. И помню здесь на молитвенном служении, молился. И мне Бог открывает такое. Он говорит, я там, где скорбь. Такое слово мне пришло. Я там, где скорбь. Сначала можно подумать, о, слава Господу, Бог там. Он сам позаботится о них, накормит, обует, все сделает. Можно расслабиться и дальше продолжать жить. Но мне пришло другое. Я вспомнил одну сестру. Она говорила, у нее 18 детей. Пастырь, жена. И вот у них 18 детей. Они живут в Узбекистане, в деревне. И когда у нее спросили, какого ребенка ты любишь больше всех? Вы знаете, когда много детей, все равно есть какой-то любимчик. Да? У Якова был любимчик Иосиф. И это не было секретом никому. Все знали, что это любимчик. Все пошли работать, а он с отцом остался сидеть все хорошо, в цветных одеждах, в лучших. И все знали, это был не секрет. Что это был любимый сын. И так же, ну, думаешь, 18, но кого-то ты все равно любишь больше. И знаете, как она ответила? Она сказала, кто болеет, того я люблю больше. Вот сегодня ты болеешь, Бог тебя больше любит. Завтра другой болеет. Бог больше внимания уделяет этому человеку. И я понимаю, что там, братья и сестры, там люди сегодня особо страдают больше, чем мы с вами. Господь позаботился о нас, поместил в уюте, в тепле, в комфорте, в обеспечении, никто не голодует. Если голодный кушать хотите, пожалуйста, кормление каждый день, слава Господу, работает. Есть горячая пища и все и так далее. Хотя Сибирь холодно, но нам тепло здесь. А там юг, но люди мерзнут. И я понимаю, что особое внимание Господа сегодня там. И у меня еще больше желания загорелось пойти туда. Потому что особое действие, особая рука Божия сегодня там. Нет, нет, Он нас не оставил ни в коем случае. Знаете, ой, Бог Мариуполи, там мы остались без Господа. Нет, Бог вездесущий. Я сейчас говорю об особой внимании Божьей, куда Господь сегодня смотрит, где Бог особо проявляется в сердцах людей, в жизни людей. И когда я получу это слово, что Господь там, я понимаю, мне здесь делать нечего, мне надо сюда бежать. Мне надо быть там, где Господь хочет меня видеть. И, конечно же, мы хотели когда? Мы хотели летом, когда тепло. Там еще море, оказывается, есть, я не знал. Там, оказывается, море еще. Чего бы не съездить летом, да? Если по дороге сломался, ничего страшного, не замерзнешь, все хорошо как бы. Мы хотели летом, это мы хотели. И мы молились, и было слово, что Господь скажет, когда ехать. Он даст четкое понимание, и загорится этот зеленый свет, пока красный. И все, в нас внутри все кипит. Вот я, вот я, пошли меня, ну я же вот хочу, вот сейчас хочу, вот сейчас и сегодня, вот пошли меня, еще вчера должен был уехать, а я до сих пор здесь. И каждый раз, когда ты смотришь какие-то там, ну, новости, или еще кто-то что-то выкладывает там, и ты понимаешь, ну вот же, там же сейчас надо. А что толку ехать потом? Сейчас все помогут? А ты ничего не сделал. Ну вот как так? Все уже помогли, ты пришел, а что пришел? Уже все уже. У меня была такая в жизни ситуация, я прошел мимо одной нужды, ну как нужда там была, машина, я мостик не мог проехать, и одним колесом завалило. Ну я посмотрел, говорю, что я могу поделать? И пошел, даже не предложил помочь, толкну там или еще что-нибудь. Иду, у меня внутри, знаете, такое слово, Якова, пятая глава, последний стих написано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Я думаю, ладно, помогу, так что делать? А дождь еще, такая погода, залез туда в сарайку, достал большое бревно, и знаете, как Рэмбо, иду с этим бревно на плече, такой, думаю, сейчас я помогу, знаете, я прихожу, и вот у меня на глазах тоже два мужика проходили, раз, два, взяли, раз, вытолкнули, все, давай пока, и все разъехались. И я с этим бревном стою, знаете, пришел помочь, что пришел? я понимаю, если ты хочешь делать добро, надо это делать вовремя. И, конечно, есть наше время, есть наше желание, когда мы этого хотим делать, но мы молились и просили у Господа, Господь, мы ждем, все, мы просто готовимся и ждем, мы готовились и ждали, когда это будет слово, работали, жили, как жили, были испытания, конечно, были искушения, когда начали повестки раздавать, когда повестку домой пришли, постучались, тоже было искушение, о чем мы же хотели ехать, вроде ты же сказал, будет зеленый свет, а это вообще какой-то противоположенный цвет, который зеленый, в другую сторону бежать, знаешь, хочется. Ну и Господь все так чудно устроил, и мы четко понимаем, что мы едем в декабре, и, конечно же, задается этот вопрос, а как Рождество, а как Новый год, и ты думаешь, но Господь говорит, вот я сейчас хочу, чтобы вы поехали, вот покажи какую-то Рэмбу, это время, когда я хочу вас употребить, и ты реально стоишь перед выбором, и мне дочь спрашивает, а ты что, с нами не будешь на Новый год? В смысле? Я говорю, Господь усмотрит город, да очень не переживай, и все равно, где ты питаешь надежды, думаешь, пойдешь, там что-нибудь какое-нибудь великое совершишь, и Господь так сделает чудесно, и ты окажешься новогоднюю ночь дома, с семьей, аллилуйя, Господь такой чудесный, и я говорю, а что для меня этот Новый год? Что для меня этот стол? каждый год сидишь, до 12 наелся, потом уснуть не можешь, что за праздник? Кто это придумал? Наедаться в 12 ночи? И слава Господу, поехали. Пусть Господь сделает все, как Ему угодно. И мы поехали. Когда в нашей жизни воля Божия, она больше того, чего мы хотим. Сегодня утром читал такое слово, где написано, Иисус говорит, кто хочет идти за мной? Кто хочет идти за мной? Все хотим, кто не хочет? Я хочу. Иисус дает условия. Вот соблюди условия. Только тогда ты можешь пойти за мной. Вы знаете, да, эти условия? Отвергни себя, бери крест и следуй. Вот так только можешь следовать за Христом. И слава Господу, что без Христа мы со своей, так скажем, каким бы хорошим мы не выглядели бы. То есть мы такие, потому что в нас есть Христос. Вот забери у меня Христа. Во мне такой негодяй живет. Жена моя знает. Потому что иногда этот негодяй вылазит. То есть такой нехороший человек живет. Понимаете? Вот забери у меня Христа. И мы только со Христом можем делать что-то. Христос, если мы Ему только позволим, конечно, мы можем еще не позволить Ему. Если ты позволишь Ему, и Он начнешь через тебя что-то делать. И без Христа мы ничего не можем делать. И хочу прочитать местописание, Евангелие от Луки, 6 глава. Давайте я прочитаю с 35 стиха. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам меру и добрую, утрясенную, нагнетенную, и переполненную, отсыплю вам в лоно ваше. Ибо какую меру и мерите, такую же отмерится и вам. И когда я уверен, что вы много-много раз читали эти стихи. Стихи Священного Писания вы много раз читали, много раз, может, и задумывались, может, и проповеди слушали. Но я, когда читал, я всегда слышал только одно давайте и дастся вам. Простая арифметика, простая формула давайте и дастся вам. Но в этом же стихе пишется «Какую меру и меришь, такую же отмерится вам». Если мы еще в контексте посмотрим, здесь говорится «Не судите». Я впервые, может, не впервые, но очень четко и ясно осознал, когда ты можешь осуждать давая. давая. Вы не испытывали такое? Нет? Очень такой интересный случай произошло. Первый день в церкви, воскресенье, мы приехали в пятницу ночью, в субботу мы обустраивались домом, и первый день воскресенья мы пошли на служение к этому пастору на греческой. Антон нас с ним познакомил и я сидел в церкви и служение все проповедовали гости. Антон вышел, Женя Упоров, еще кто-то там. Они все проповедовали, говорили о любви, о милости, о благости, все хорошо. Потом у них такое время было молитвенное и вышла сестра, ей 70 с лишним лет и она просто призвала к молитве. И это было такой сильной проповедь. Меня это так сильно коснулось. Я говорю, давайте помолимся. Есть нужды. И она зачитала нужды, помолилась и, знаете, было такое присутствие Божие, когда она молилась. И у меня такое побуждение внутри, вот подойди и спроси у нее, чем ей помочь. Вот первый, к ней подойди и спроси, чем помочь. Все молитва заканчивается, служение заканчивается, я первым подхожу к ней, говорю, сестра, приветствую вас, вас как звать? Лариса, я говорю, меня Алым, я из Омска. И я говорю, сестра, чем я вам могу помочь? Такая, ну брат, да что, мне все есть, все хорошо, не надо, спасибо. Я говорю, нет, говорю, сестра. Я понимаю, что меня Бог положил на сердце подойти и спросить, чем я могу ей помочь. Я говорю, сестра, я говорю, наверное, неправильно объяснил, говорю, мы с братом приехали из Омска для того, чтобы делать что-то своими руками. И начал объяснять, мы можем перекрыть крышу, мы можем починить свет, электричество, или кран, водопровод, ну мало ли что, мы можем починить, у нас есть инструмент, у нас есть машина, мы можем. И знаете, она так глаза поняла, ну хорошо, говорит, если так, то мне нужно, говорит, помочь починить дом. И он такой, ну дом это же долго строить, а что там чинить? И она рассказывает, что прилетел снаряд к соседу, дом, крышу снесло, окна все вылетели, дом размародерничали, дом к жилью не подлежит. И она говорит, мне нужно сделать крышу и окна. Я думаю, ладно, хорошо, а мы с братом ехали и говорили, Егор, давай так, договоримся, если будет какой-то большой объем работы, мы не беремся, потому что если мы там неделю будем делать один дом, лучше мы за неделю делаем 10 человек, там одно окошко поставил, один крантик прикрутил, один выключатель, то есть мы больше людей охватим, а большие работы, ну, мы отказываемся. Договорились? Ну, вроде договорились, а тут мне лично поступает заявка. Господи, что делать? Ладно, поехали посмотрим. Все, поехали, мы с ней садимся в машину после служения, едем. А, на другой день мы договорились, что понедельник поедем, и все, я Егор, говорю, Егор, ну, давай хотя бы посмотрим, потом вежливо откажемся. Ну, скажем, мы некомпетентны, мы неспособны, там, или еще что-то. И, понимаете, вот это вот человеческое начинает с тебя лезть. Во-первых, ты хочешь быть каким-то героем, проповедником, ты пришел какой-нибудь неверующий, сделал, рассказал о Христе, она кается, молится, и ты свидетельствуешь, радуешься. Она верующая сто лет. Она сама за тебя сейчас как помолится, сам покаешься еще пять раз. Ну, думаешь, ну, что мы на нее будем тратить время? Мы же людей хотим спасать. Понимаете? Мы же хотим Христа проповедовать, а ей-то что проповедовать делами? И я у нее так потихонечку спрашиваю, сестра, а вы живете в этом доме? Она говорит, нет, у меня своя квартира, трехкомнатная, мы живем на четвертом этаже. Я, говорит, здесь жила моя сестра, они тройняшки были, то есть две сестры и брат. Брат на по ту сторону, и вот я, говорит, сестру к себе забрала, говорит, а этот дом как бы вот стоит в таком виде. Я думаю, ну, тем более, ну, зачем она тебе надо? Зачем ты наше время будешь воровать? Ладно, говорю, хорошо, сестра. Все, приезжаем, смотрим, ну, коробка просто стоит от дома. и пройти невозможно, все, завалено. Я говорю, так, а что вы хотите? Он говорит, надо, говорит, крышу сделать, чтобы не протекало, потому что дом скисает, и окна наглухо забить в ОСБ, чтобы, ну, дальше мародеры не лазили, и так, говорит, брать нечего, но все равно лазают, гадят, говорит, надо окна наглухо прикрутить. Я говорю, хорошо, сестра, сделаем, будет сделано. И все, мы говорим, давайте мы завтра начнем. И тут она начинает собирать какие-то вещи, можно, говорит, я с вами на вашей машине довезу. Мы такие, ладно, все, она грузит эти вещи, и внутри тоже такое, знаете, ну, ладно. И тут хочется осудить, где Господь говорит, не судите, не судите, дайте, и дастся вам, понимаете? И ты вроде пришел делать добро, но ты тут стоишь, судья такой великий, и осуждаешь. И все, я просто, ну, молча, хочется пороптать. Зачем тебе этот дом? Ай, короче, ладно, все. И мы этот дом туда ездили три раза с Егором. мы поехали, купили рубероида. Первый день приехали, какой-то шифер уцелел, мы из него что-то смогли собрать. Потом второй раз поехали, купили рубероид, приехали, один конверт заколотили рубероидом, чтобы не капало. Все, потом третий раз поехали, купили ОСБ-листы, напилили по размерам, заколотили окна. И все, вроде сделали, и все, я как-то в воскресенье прихожу в церковь, подхожу к этой сестре, показываю фотографию, отчет. Я говорю, сестра, слава Господу, вот мы сделали, вот все, законсервировали ваш дом, как вы просили, все, мы сделали. И она мне вот так за руки хватает и говорит, брат, ты скажи мне, почему ты в тот день ко мне подошел? Знаете, я испугался сначала. Я говорю, ну, просто, ну, если вдруг неправильно сделал, я это не хочу, Духа Святого подставлять, так-то меня Дух Святой направил. Я говорю, ну, ну, просто как бы. Она говорит, ты знаешь, ты знаешь, какая это была моя боль? Ты знаешь, как я молилась за это? Ты знаешь, как у меня на душу, было тяжело от всего того, что ты понимаешь, что дом под дождем тиснет. И ты знаешь, говорит, как я молилась. Я каждый день вызывала Господу. Господи, пошли хоть кого-нибудь. Хоть кого-нибудь пошли. Я, говорит, смотрю на нашего пастора, единственный молодой человек, которому 46 лет. Единственный в церкви. И он везде, и он в прославлении, он причастие раздает, бабушек привозит, увозит и проповедует, и на кормление ездит, на посещение ездит один. Я, говорит, на него смотрю, ну, когда он это мне сделает? Ну, когда? Я, говорит, даже к нему не стала подходить. Я даже не спрашивала у него. Я просто Господа вызывала и говорила, Господи, пошли меня. А он, говорит, мне из самого, аж с Сибири, говорит, ко мне отправил, говорит, моих братьев. И вы мне сделали. И знаете, я стоял, мне было так стыдно. Мне было стыдно за то состояние мое, за то мое сердце, за те мои мысли, когда каждый раз мы приходили, внутри вот это вот шкребет в себе. И каждый раз, и мне просто было стыдно. Я, говорю, Господи, думаю, вообще, спасибо, что я послушался Тебе и я просто все сделал. Заживал свой язык. Ну, какие мысли у меня были, знает только Господь и я. Понимаете? И она меня просто добила еще. Она мне берет, еще две тысячи дает. А мы там, ну, мы покупали, рубероиды покупали, УСБ за свои деньги все покупали, как бы. И она мне, я говорю, вы что, сестра, даже не думайте, даже не думайте, я не возьму с вас ни копейки. Она говорит, да нет, это не тебе, это ты когда еще кому-то будешь помогать, потрать вот эти мои деньги. Как не возьмешь? Как не возьмешь? И все, и слава Господу. И я радовался, знаете, чему? Я радовался не тому, что я сделал, даже не тому, что услышана молитва этой сестры, но я радовался тому, что я думал, что я что-то сделаю, но Господь делал во мне. Он менял меня. Он менял какие-то мои мировзгляды. Он менял мое понимание к Писанию. И он производил изменения в моем сердце. Понимаете? И мы думаем, что вот им надо как бы, я слышал даже такие эти миссионеры, вот вы хотите, чтобы поехали? Ну, оплатите мне дорогу. Ну, оплатите мне дорогу. Оплатите мне проживание, питание. Ну, я пойду, ладно, так уж и быть, послужу. Мы не понимаем, что когда мы идем что-то делать, это мы думаем, что мы идем, но на самом-то деле, как написано, дастся вам. Ты начни что-то делать, и дастся тебе. И когда вот это в твоей работе, в твоем сердце идет эта работа, это лучше не бывает. Когда ты приходишь, и вот как Егор рассказывал, он говорит, я молилась, я просила, и говорит, Бог, аж Сибирь, что ли, послал вас? Ну, да, мы Сибирь пришли. И они говорят, вот как тут не прославить Господа? Как не воздать тут славу Господу? Это действительно чудесно, когда Господь меняет что-то в твоем сердце. И, конечно же, многих там даже вставал финансовый вопрос. Я думаю, вас тоже это интересовало, этот финансовый вопрос, одна неверующая соседка, тетя Люда, она меня подозвала, говорит, ну-ка, иди сюда, скажи мне, говорит, а за чей счет вы это все делаете? Кто вас финансирует? Кто вам это все оплачивает? Ну, кто-то же должен вас оплачивать, поддерживать? Я говорю, никто, мы сами. И у него в голове не укладывается, как сами. Подожди, говорит, ты же говорил, что ты женат, да, у тебя трое детей, да, они что? Я говорю, что они, что? На кого ты их оставил? Откуда у тебя столько денег? Вот только не говори мне, что Бог тебе дает, ладно? Я говорю, тетя Люд, а мне больше нечего сказать. Мне реально больше нечего сказать. Да, Бог дает. И вы не представляете, через эту неверующую женщину снова Бог мне проговаривает. Как Бог дает? Мы верующие, мы говорим, Бог дает. Но неверующий человек всегда этого не понимает. И она же мне рассказывает историю и говорит, вот у меня была подружка, мы с ней вместе работали, торговали, и я когда у нее спрашивал, откуда у тебя деньги, она говорила, Бог дает. Я ей говорю, перестань, а если по-нормальному? А если по-нормальному? Она говорит, ну хорошо, давай я тебе скажу по-нормальному. Бог дает ситуации. В нашей жизни ситуации дает Бог. Иной раз непонятные ситуации, иной раз нелогичные ситуации. И у тебя только вопросы, Бог, почему? Ты же сказал вроде благословлю, а тут у меня одни расходы, этот сломался, тот сломался. Но, говорит, Бог дает ситуацию. Вот смотри, пришел клиент, говорит, купил у меня, а не у тебя. Почему? Ну, не знаю, это Бог сделал. Понимаете? Вот подошли, мне предложили работу, а не тебе. Кто-то это сделал. Бог сделал. И она мне это стоит, рассказывает, как будто она мне проповедует. Знаете, как Бог заботится. Я стою, думаю, да, действительно. Ну, пришел же, брат подошел, и нам с Егором предложил работу никому-то другому. Мы смогли хорошо заработать и поехать. Думаю, слава Господу. И я понимаю, что если ты хочешь, чтобы вот эта формула работала в твоей жизни, давайте и дастся вам. Вы должны поменять мышление. Не так сказать, я поеду, если будут деньги. Я сделаю, я послужу, если будут деньги. А ты сделай это уже в своем сердце, когда еще нет денег. Мы знаете, что сделали с Егором, когда это откровение пришло к нам. И все, я помню, подошел к Денису Викторовичу, и говорит, Денис Викторович, мы хотим вот так, вот так сделать. Но он говорит, хорошо, ладно, делайте. Потом, когда он ушел, я сам думаю, а денег-то нет? Я ему рассказываю свои планы. мы хотим купить Газель, переоборудовать его, сделать все, взять все инструменты, недостающиеся докупить, и все, там дома немножко денег оставить, ипотеку закрыть, и ехать на еще какие-то деньги непонятные, на те деньги, которых нету вообще. Потом сам думаю, ну, Бог, наверное, даст, мы же хотим. И действительно, и Господь дал. Дал ровно столько, сколько нам нужно было. И я помню, Егор мне, когда начал что-то говорить, опять планы, я говорю, подожди, Егор, но это же все деньги. И он мне говорит, ну, вообще-то у Бога с деньгами проблем нет. Я говорю, ну да, вообще-то у него проблемы, это у нас вечно проблемы с деньгами. Куда их потратить? Как, чтобы все хватило? А у Бога вообще нет проблем с деньгами. Вообще. И слава Господу, что Господь даже давал вот через таких пожилых людей финансы, и мы не имели никакую нужду. Спасибо вам большое, дорогая церковь, что вы молились за нас. Спасибо, что вы молились за нас. Это действительно ощущалось, это действительно чувствовалось, потому что мы нуждались в молитве, и мы ехали, думали, Господи, если будут задавать какие-то, ну, вопросы, как они называются, неудобные, или, ну, как-то надо говорить людям, а мы не знаем, что говорить. И Бог так сделал, что никто не задавал ненужных вопросов. Не было таких вопросов, чтобы там мы замешкались или пытались заступиться за Господа. Понимаете? И Господь все так чудесно выводил. Вот это свидетельство расскажу прям, ну, не могу прям. Вот эта тетя Люда, она сейчас уже верующая, в прошлом она атеистка, услышала, что волонтеры по соседству поселилась, зашла, говорит, ребята, а вы можете там мне стекло прибить, кран поменять, ну, еще что-то там по мелочи, не помню. Мы, да, конечно, с удовольствием, все, приходим, начинаем делать. Ну, и она потихонечку начинает нам задавать вопросы, мы с ней общаемся, беседуем, говорим. И потом в конце, в ходе разговора, я ей говорю, а вы вообще, говорю, как? Верите ли вы в Господа? Она мне говорит, знаешь, что, говорит, я тебе скажу. Вот вы где сейчас живете, там жила верующая Лена. Она меня иногда звала в церковь, так, редко там скажет что-нибудь. В этот дом прилетел снаряд. Ну, как бы разорвал, он нормально пострадал дом. А вот, говорит, в углу живет Люба, баптистка с мужем. Они меня постоянно зовут в свое собрание. К ним в огород как прилетел снаряд. А вот в том доме живет тоже какой-то, не знаю, то ли писятник, то ли баптист, тоже прилетел снаряд. А вот там живет пастырь. Когда все закончилось, его забрали, месяц никто не знал, где он и что с ним. Пытали его там, ну, допрашивали и так далее. А мой дом ни одно стеклышко не разбилось. Все окна целы. И когда она это рассказывала, я стою, думаю, молюсь и говорю, Господи, как Тебя оправдать? Как за Тебя заступиться? Что сказать? Это свидетельство, это то, что она видела, это то, что она пережила, пропустила через себя, и а ты вообще тут не было тебя. Что ты тут мне пришел рассказывать, да, так другими словами? И я стою, я взмолился, я просто взмолился, думаю, Господи, дай мудрости, что я ей скажу? И она вот говорит, говорит, вот у меня, говорит, все стекла целы, говорит, ну, ничего не разбило, говорит, и знаешь, что, говорит, я уверовала. Я, что? Это милость Божия ко мне, всех верующих побила, а меня нет. Господь сохранил меня, меня и мою внучку. Я думаю, как же Господь с чувством юмора иной раз, ну, вытрезляет так, знаете, такого свидетельства я никогда не слышал. Думаю, Господи, какой ты великий, как ты умеешь достукиваться до сердец людей. Она просто посмотрела вокруг, что происходит, и она просто поняла, что есть Господь, который ее сохранил. Ни одно окно, говорит, не разбилось у меня. Это реально чудо, когда если у тебя окно целое, это чудо, потому что нет домов, где не разбиты стекла, просто от взрывной волны, понимаете, хотя к ней по соседству в огород прилетел снаряд тоже, а у нее окна целые остались. Я думаю, Господь, ты просто великий и чудесный, как же ты любишь этих людей, как же ты творишь эти чудеса в их сердцах, и еще один такой случай расскажу. Когда ты в центре воли Божьей, я вам открою один секрет. Мы не всегда хотим того, чего хочет Бог. Точнее, мы всегда не хотим того, что хочет Бог. очень часто мы были на пастырской встрече, и там было всего три пастыря местных, остальные все приезжие были. И мы вечером посидели под Новый год, это было 25-го, если не ошибаюсь, вечером посидели, пообщались, познакомились, рассказали немножко о себе. и ко мне подходят эти два пастыря. Один говорит, слушай, брат, мне в церкви надо помочь крышу сделать. Хорошо, все, записал адрес, телефон. И второй брат говорит, слушай, у меня тоже дома, крышу посекло, наверное, вы не сможете. Ну, ладно, не сможем, так не сможем. Все, я этому брату записал, все, мы приходим, большой дом молитвы, примерно как наш, да, двухэтажный, такой большой, еще с мансардом. И все, мы с Егором залезли на крышу, все, у нас альпинистские снаряжения, мы все, страховочкой, веревочкой, все сделали, спустились, и этот брат говорит, брат, вы, братья, вы не представляете, что вы сейчас сделали, вы такое большое дело для меня сделали, у меня в церкви, ну, пожилой брат, одни сестры, ну, некому просить, ну, некуда обратиться, ну, мы такие, слава Господу, аллилуйя, поблагодарили, и этот брат говорит тому брату, который, ну, засомневался, не хотел, слушай, говорит, у них там, они мне все сделали, у них есть все, и они могут твою крышу сделать. потом звонит мне тот пастор, и говорит, аллим, мне вот Николай сказал, что у вас есть специальные снаряжения, можете прийти мою крышу посмотреть, да все, без проблем, давай приедем, и все, мы приходим, а у него дом, как это, католическое сооружение, знаете, вот такая пика, острая, такая большая, все вот как бы это, и там, говорит, дырка от снаряда, его надо залатать, все, хорошо, так посмотрели с Егором, ладно, давай, и мы заходим к нему во двор, подождите, братья, свидетельство, ну, давай, говори, вон с той крыши, я прям вот сюда упал, вот на этот бетонный пол, пять переломов, врачи не давали ни одного шанса, что я буду ходить, или сказали, все, овыщ, парализованный инвалид, пастор молодой, примерно, моего возраста, говорит, ну, вот Господь исцелил, я так молился, ну, там рассказывает подробности, свидетельства, я смотрю на эту крышу, на этот бетонный пол, ну, в принципе, если его Бог исцелил, я чем хуже, думаешь, ну, ладно, что, ладно, потом, он говорит, вот надо залезать, мы говорим, а сколько метров высота, ну, он говорит, где-то шесть, может, семь, Игорь говорит, нет, у нас нет такой лестницы, мы это, говорит, у меня есть, сейчас я вам вынесу, ладно, ну, а как уже задний не включишь, уже мы пришли, мы же такие крутые, типа, знаете, все такое, стоишь, думаешь, Господи, что я тут делаю, что я тут делаю, что мне в Омске не сиделось, он вносит, радостный, счастливый, ладно, я смотрю, Егор не одевается, это значит, мне надо лезть, ну, ладно, все, оделся, лестницу ставит, а лестница еле-еле достает, а там еще дальше, ну, острая крыша, и надо залезть, закинуть веревку, а чтобы веревку закинуть, это еще метров семь надо подняться, я лезу, не поверите, я никогда так не молился, у меня такая молитва была, не вот здесь, не вот здесь, а вот здесь она у меня была, мне перед глазами жена, дети, пастырь, который там головой кивает, я думаю, Господь, что я тут делаю вообще, ну, не хочу я туда лезть, ну, залезть, знаете, а, сначала попытался закинуть веревку, без лестницы, смотрю, безуспешные попытки, надо лезть, все, я залез, немножко, ну, сначала колени тряслись, потом все вроде уже не трясется, все, залез, веревку закинул, завязались, и когда уже завязался за веревку, я говорю, Господь, спасибо тебе, спасибо, но пока я еще не закончил, ну, еще пока храни, знаешь, обычно же, когда ты спускаешься, говоришь спасибо, а тут я еще наверху уже говорил спасибо, и думаю, вот, будет нехорошо, если я упаду, что пастор будет это, ну, чувствовать себя виновным, да, вот, позвал братьев, там, они покалечились, там, что Егор будет думать, ну, как там, груз 200 повезет домой, думаю, думаю, ну, Господи, хотя бы их пожалей, там, жену мою пожалей, сохрани, и слава Господу, знаете, мы залезли, сделали, все благополучно спустились, и потом, он говорит, а, уже когда спустились, он говорит, братья, там еще одно место есть, я забыл про это сказать, я говорю, Егор, твоя очередь, лезь, брат мой, тропа протоптана, все хорошо, страховка есть, и все, Егор полезь, тоже сделал там, и слава Господу, и мы спустились, и я был действительно рад тому, что, Господь мне показал, что когда Его воля, и когда Он что-то хочет сделать, не всегда этого ты хочешь, не всегда, как бы это благородно не казалось, как бы это, ну, красиво со стороны не выглядело, но твое внутреннее состояние, Бог показывает, я говорю, я действительно, я просто лезь, говорю, Господь, что я тут делаю, потому что это не я, это не я, я бы туда никогда не полез бы, это Бог, живущий во мне, и сегодня вся слава, только Господу, дорогие мои, вся слава, только Господу, уже время, но еще одну историю расскажу, можно, или нам Антон дает один адрес, говорит, братья, вот адрес, заедьте, мы заезжаем туда, ну, смотрим, вроде дом целый, окна целые, все целые, выходит мужчина, мы говорим, здравствуйте, здравствуйте, а вот такая-то, такая-то здесь, он говорит, да, ну, нам сказали, что вам, ну, чем-то нуждаетесь, помощь какая-то нужна, он говорит, да нет, ничего не надо, говорит, все нормально у нас, ну, смотрю, мужчина, ну, крепкий, ну, физически, так скажем, который сам, в принципе, все справится, я такое говорю, странно говорю, и потом, ну, внутри опять, ну, это старое, то, что я вам говорил, оно вообще было, что мы приехали, что за адрес дал этот брат, думаю, вообще, что он не проверил, зря время тратим, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, начинается, а я думаю, ладно, ну, что зря приехали, ну, давай, может, ну, хоть что-нибудь, скажи, давай мы сделаем, ну, говорит, если только он конек, говорит, ветром сдуло, ну, на место поставить, мне, говорит, лестницы нет, а я, говорит, смотрю, у вас лестница есть, говорит, на машине, ну, говорит, поставим, сделаем, ну, ладно, давай, а если, чтобы вы понимали, лестницу доставать с машины, с багажника, с газеля, это целая история, то есть, у нас туда забраться надо, подсадить, снять, ну, то есть, отвязать, снять, а потом ее уже обратно на место ставить, завязывать надо, ну, по пустякам мы его обычно не снимаем, а тут вроде пустяк, один конек подправить, и лестницу доставать, пуф, такие, ладно, Егор, ну, давай, говорю, ну, что, мы зря приехали, нет, не достанет лестница, он говорит, нет, с той стороны достанет, там нормальное место, ну, ладно, давай, Егор, Егор уже лезь постоянно, все, он лезет, снимает эту лестницу, ставит, они вдвоем залазят, поправили конек, там дырки кое-какие залатали, тут счастливый, радостный, и пока не на крыше делает, я этой сестры, оказалось, что это сестра, я знать не знал, я думал, это не верующие люди, я говорю, ну, что, говорю, как вы пережили-то, ой, говорит, страшно было, и, говорю, молились, он говорит, только молитвой в Иисуса Христа мы и спасались, и, говорю, о, верующая, и начал с ней разговаривать, и когда она начала рассказывать свое свидетельство, мы стоим с ней, она начинает рассказывать, что она когда-то была миссионером в Бурятии по молодости, ну, когда она еще была молодая, она миссионером ездила в Бурятию, там служили, они церковь открывали, ну, и вот так, и все, и что они верующие, все, я одму, как классно, сейчас подождите, Егор спустится, дальше расскажете, и все, Егор спускается, там мы еще окно поставили, там еще что-то там сделали, и они нас за стол, конечно же, и все, вот за столом она сидит и рассказывает свое свидетельство, что, как они это все пережили, и вот она рассказывает, мы вышли, говорит, в коридор, и прилетает снаряд к соседу, и осколок прошивает стену соседскую, забор, их забор, металлическую дверь, и попадает в нее, насквозь проходит, попадает в мужу, насквозь проходит, попадает в ребенку, и все троем они полегли, муж как-то, ну, еще встал, а у нее прям рука и нога насквозь, осколки прошибли, и все, и она говорит, а это было, ну, в начале, привозят в больницу, а в больнице февраль месяц ни окон, ни дверей, ни света, ни воды, ни тепла, одним словом, ничего, только врачи, слава Богу, были, и, говорит, меня туда привезли, меня, дочку, начали оперировать, как-то зашили, что-то сделали, и я, говорит, лежу, и говорю, Господь, почему это с нами произошло? Ну, первый вопрос, да, Господу, Бог, почему ты это допустил в моей жизни? Все, она лежит, и там она зарабатывает себе еще пневмонию, от того, что окон нет, лежит на сквозняке, простывает, и зарабатывает себе пневмонию, и она, говорит, мы лежим с дочей, хотим пить, просто хотим пить, а воды нет, и все встали, побежали, и сказали, что там еду дают, все побежали за едой, я, говорит, а я не могу, у нее нога, рука, и я лежу, говорит, Господи, сделай что-нибудь, подходит ко мне, солдат, говорит, женщина, а что вы хотите, что бы вы хотели, она, говорит, знаете, я пить хотел, попить хотела бы, просто попить, просто дайте воды, просто воды, обычной воды, дайте, солдат, говорит, с водой сложно, воды нет, ну и достает, говорит, свой сухпайок, солдатский, и, говорит, меня протянул, и пошел, я, говорит, взяла этот сухпайок, и мы, говорит, ее с дочей ели неделю, пайок на день, который выдается солдату, они ели вдвоем неделю, и в этом пайке был, говорит, сухой спирт, мы первый раз, говорит, разогрели, поели, а потом мы поняли, что так делать нельзя, мы ели, говорит, холодными, почему? Потому что идет запах, запах еды, а, говорит, не мы одни голодные, все голодные вокруг, и зачем раздражать чужие желудки, и, говорит, мы просто тихоря ели, холодные, потом я услышал, говорит, что дают хлеб, и дают только детям, и я дочу отправила, дочь побежала, взяла, говорит, спрятала этот хлеб, чтобы у него по дороге не отняли, и вот так пряча, принесла этот хлеб, и, говорит, мы его, ну, ели, говорит, и не могли остановиться, просто обычной булку хлеба, ели, говорит, не могли остановиться, все съели, говорит, и когда все съели, говорит, мне, говорит, что-то так неприятно стало, ну, что они все съели, потом другой день опять приносит хлеб, и она взяла, говорит, этот хлеб, и я, говорит, начала резать, и начала делиться, говорит, рядом с лежащими людьми, я смотрю и думаю, Господи, как бы я поступил, окажись на ее месте, каждый просто задает себе вопрос, я просто сидел и плакал, и я просто думал, как бы я поступил, есть такое это выражение, знаешь, выживают сильнейший, слабые умирают, вот это закон природы, когда сильный подавляет слабого, и вот этот человек сильный, который может поделиться куском хлеба, когда у нее ребенок, и они сами со вчерашнего дня ничего не ели, и эта сестра, она для меня была таким примером, я просто начал пересматривать свое сердце, пересматривать и говорить, Господь, как бы я поступил в этой ситуации, что бы я сделал бы, как бы я себя повел бы, и когда ты смотришь в глубину своего сердца и слышишь такое свидетельство, не от кого-то, а вот с первых уст, вот с человека, который это пережил, и ты понимаешь, что ты такое ничтожество, на самом деле, и она говорит, потом перевезли ее в больницу, муж как-то смог договориться с ранеными солдатами, посадила в одну скорую, и их увезли в Донецк, а в Донецке там уже больница все функционировало, я пришла, говорит, я смотрю, там свет горит, смотрю, с крана вода бежит, говорит, в столовую зашли, нам хлеба дают, мы этот хлеб в карманы едим, ну, как дикари, говорит, вели себя, ну, выйдя из этих условий, а муж, что он делал? Он просто возил продовольствие в эту больницу, просто узнавал, что где-то склад разбомбили, приезжал на своем газели, под обстрелами, грузил эти продукты, там, что попадется, и привозил в эту больницу и раздавал всем, просто всем раздавал, под обстрелом, и выезжал, привозил, раздавал в больницу, и один раз узнали, что где-то скрыли в склад, а там были заморозки, рыбы замороженные, и я, говорит, соседу пошли, и поехали, загрузили, ехали, говорит, и в нас начали стрелять, вышли навстречу, сбоку с улицы, и просто очередь пустили, и мы, говорит, просто выкатились с этой машины, все подбегают, смотрят, кто такие, что такие, он, да мы это, продукты везем, смотрят, да, продукты, все осмотрели, смотрят, ему в плечо попали, ранило, ну, солдаты перевязали, там, уколов ставили ему, все, езжайте, мы, говорит, сели, поехали, и он приехал в больницу с этим продовольствием, и там же сознание потерял, ну, и там рыбу там начали разбирать, и все такое, и мы подошли к этой машине, газель, ты смотришь, она вся прошитая пулями, и ты думаешь, как тебя не убило, просто вот смотришь, думаешь, как тебя не убило, там, спереди, сбоку, просто простреляли в машину, и, когда все это, ну, закончилось, был голод большой, и она, когда же вернулась с больницы, и я сижу, говорит, и Господи, так тушенки хочется, говорит, муж привез, говорит, два ящика тушенки, хорошей тушенки, два ящика, и она говорит, это неправильно, неправильно, что у нас два ящика, а у людей кушать нечего, представляете, что она говорит, и я, говорит, начала плакать, молиться, Господь, за что ты мне даешь эти тушенки, что я такое сделала, что ты меня вот так вот благословил, этими тушенками, я вообще ничего не сделала, а, говорит, Господь мне проговорил, это, говорит, за ту рыбу, которую муж твой принес в больницу, я тебя благословил, за ту рыбу, которую он рисковал с ценой собственной жизни, чтобы просто принести людям, незнакомым, абсолютно незнакомым людям, просто принести и раздать, я думаю, Господь, спасибо Тебе, что я сегодня попал в этот дом, Господь, спасибо, что я услышал эти свидетельства, эти свидетельства, которые поменяло мою внутренность, поменяло мое какое-то мировоззрение, всегда ты так заходишь, думаешь, что я здесь делаю, зачем я сюда пришел, ну, вроде люди не нуждаются и сами говорят, что ничего не надо, и думаешь, Господь ошибся, когда тебя сюда привел, иной раз ты думаешь, когда воля Божия проявляется в твоей жизни, ты думаешь, это какая-то ошибка, это не должно было произойти, так не должно было быть, но у Бога не бывает ошибок, мы с вами, люди, совершаем ошибку, когда не идем по воле Божией, вот это наша большая ошибка, поэтому, братья и сестры мои, мое послание к вам сегодня, ищите волю Божией, ищите правду Его, и молитесь, чтобы быть в центре воли Божией, аминь, слава Господу, помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok